Замок есть, но своей функции он не выполняет. Что именно произошло, можно лишь догадываться. Согласно требований безопасности, дверь в подвал многоквартирного дома должна оставаться запертой. Несвежий злом, как бы все заржавеют. Андрей Хитров возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. В его ведении пять многоэтажек, в которых 21 подъезд. В двух из них подвалы оказались доступны посторонним. Кто срывает, за руку никто не пойман. Поэтому заинтересованности в жителях, чтобы срывать замки, нет. Потому что, если нужно зайти в подвал, они обращаются к диспетчеру аварийной службы, коммунальщика или к инженеру. И им тогда допуск разрешен. Значит, срывают замки те, которые не имеют туда доступа. Два подвала давно открыты, что позволяет лицам без определенного места жительства постоянно там собираться, ночевать. Похожая ситуация возникла и с чердаками. Этот оказался открытым. Замка не было. Второй просто прикрыт. То, что в качестве запора использовали сверло, указывало на рабочих. Как пояснили в управляющей компании, день выбран непоказательный, потому что в домах дают отопление. Несколько дней необходим постоянный доступ к коммуникации. Ходим, занимаемся спуском воздуха со стойков, перезапуском стойков. Это наша работа постоянно, которой мы занимаемся. Поэтому сегодня можно увидеть и открытый подвал, потому что с реалазию. К вечеру мы закрываем. Есть, конечно, проблема, где есть сорванные петли. Поэтому там, где это выявляем, в течение дня завариваем. Вот, например, если 169 взять, да, есть сорванные петли. До пяти часов они будут заварены и восстановлены. Уже в три часа дня оба подвала были закрыты. Вопрос с чердаками также решен. Задача всех, без исключения городских служб, держать ситуацию с безопасностью под контролем. И не только накануне дня народного единства.